Частный аэродром Кушкуль, где в основном базируются легкомоторные самолеты, весь ушел под воду за сутки. Теперь и не разберешь, где тут рулежка, а где взлетно-посадочная полоса. Разлившаяся река Сакмара превратила воздушную гавань в речной порт. Сейчас мы идем по затопленному аэродрому, в сторону самолетов Ан-2. Они находятся вот там в низине. Очень глубоко здесь для подстраховки у нас лодка. И вот смотрите, еще чуть-чуть и высоты моих забродников может не хватить. Идти по дну тяжело. Поле было грунтовым и под ногами сейчас ил. Поэтому дальше плывем на лодке вместе с одним из хозяев аэродрома. Они и аэрофотосъемку делают, и по медицине работают, и участвуют в тушении пожаров. У них много задач. Химию делают, стерххозхимию, обработка полей. Место стоянки самолетов Ан-2 очень сильно затопило. Вот их три штуки стоят. Я из лодки выйти сюда и встать на ноги не могу, потому что воды вот так будет. Хозяева аэродрома заблаговременно приподняли самолеты, поставили их на специальные платформы. Но и после того, как сойдет вода, будет произведено полное техническое обслуживание для дальнейшей безопасности полета. Сейчас на аэродроме с десяток самолетов. Спецоперация по их спасению происходила спешно, но эффективно. Какой-то закрыли чехлом и перемотали скотчем, под другой подложили пенопласт, и теперь он как поплавок на воде. И главное, не тонет. Самое главное, вот здесь вот сердце самолета, это мотор. Главное, чтобы он не пострадал. Поэтому вот по максимуму переднюю часть подняли. Воды так только-только подступает к органам. Еще и органы практически не задеты. Ну там практически сухо все. То есть вон на поле чуть-чуть есть вода. Помимо половодия, местность, на которой расположен аэродром, атаковали ядовитые гадюки. Одна из них накануне набросилась на людей, но ее успели вовремя обезвредить. Еще одну встретили мы. Грелась на ступеньках у затопленной диспетчерской. Змея явно была не рада нашему появлению. Кто это? Гадюка греется? Обыкновенная. Что, много их здесь? Ой, полно. Ух ты, агрессивно себя ведет. Живность в этих краях, видимо, тоже спасается от воды и всеми силами ищет сушу. Ящерицы то и дело пытаются взобраться на нашу лодку. Рожденный ползать летать не может, как и самолеты, на время оказавшиеся в плену у водной стихии. Жалко, конечно, что данный самолет не амфибия. Так можно было разогнаться на нем на бескрайних просторах разлившейся реки и взлететь. Данный уровень воды не критичный для самолета. Главное, чтобы не поднялось выше и не залило электронику, панель приборов. Ну а так, сейчас для летчиков самое время отработать эвакуацию из салона при посадке на воду. Летный сезон для здешних авиаторов явно наступит еще не скоро. По прогнозам, пара дней и река Сакмара достигнет пика. Затем должен начаться спад уровня. Когда вода уйдет, предстоит масштабная ревизия взлетки на предмет провалов. Сейчас видно, что вода заполняет полости в земле и повсюду бурлят пузырьки гейзеров. Редактор субтитров А.Семкин